добрый день уважаемые коллеги можно сразу проверим связь если меня слышно видно поставьте пожалуйста несколько плюсиков чат спасибо так то продолжим итак сегодня мы с вами собрались здесь на ну такой обзорный вебинар я хочу сделать обзор учебно-методических комплексов спасибо спасибо огромное вижу что видно слышно но если что сигнальте пожалуйста в чат я смотрела в чат очень много у нас воспитателей учителя ну вот давайте по ходу вебинара я попыталась охватить здесь и детский сад и школу и могу немножечко рассказать о вузах среднем профессиональном образовании то есть ссылочки все в презентации презентация к скачиванию разрешена можете ее найти вот верхней панели здесь у нас есть файлы и скачать презентацию все ссылки я надеюсь активны давайте приступим кратко для тех кто присоединился к нам впервые вот о себе рассказывать не буду можете почитать презентации и можете присоединяться приглашаю к нам в группы у нас уже достаточно большое сообщество больше там 600 человек собралось у нас две группы есть финансовая грамотность для педагогов вконтакте и фейсбуке в вебинарах не всегда могу все охватить а в группах у нас всегда все анонсы игры методические рекомендации все в группы вывешиваем поэтому приглашаю присоединяйтесь ссылочки тоже в презентациях ну и в конце вебинара я ссылочки могу сбросить в чат и так для тех кто впервые с нами для тех кто уже слушал серию вебинаров я думаю здесь нормативные документы не будут новыми но для тех кто впервые к нам присоединился почему мы вообще затрагиваем тему финансовой грамотности обратите внимание вот на этот список документов которые регулируют вообще обучение финансовой грамотности в образовательных учреждениях и так у нас есть стратегия повышения ну во-первых у нас здесь я не указываю у нас был есть программа содействия развитию финансовой грамотности которая осуществляется минфином банком россии с 2011 года и в рамках вот этой программы была разработана и утверждена стратегия повышения финансовой грамотности вы видите что до 2023 года сейчас вот буквально позавчера было совещание не всех методических центров и всех финансовых организаций которые участвуют в этой стратегии перешли ко второму этапу реализации стратегии и вот в рамках как раз таки этого второго этапа уже создаются расширенные методические центры мы об этом чуть позже поговорим план мероприятий по реализации этой стратегии вы найдете во втором документе и есть дорожная карта мероприятий именно касающиеся образовательных организаций если вы откроете этот документ то вы увидите что практически на всех уровнях образования у нас в обязательном порядке внедряются основы финансовой грамотности да можете вот вижу огонечки спасибо огромное за ваши реакции давайте мы раскачиваемся я пока для вновь прибывших да кратко кратко вот вступление к основам финансовой грамотности а потом перейдем уже к обзору и так вот в этой дорожной карте с прошлого года включены ну практически во все образовательные стандарты еще не все стандарты и вступили в силу да то есть но допустим стандарты высшего образования у них включена уже три плюс с тремя плюсами да включена универсальная компетенция по финансовой грамотности для всех студентов а в школьные образы стандарты точно так же уже упоминание о финансовой грамотности об основах финансовой грамотности в детских садах у нас вот ну прямо не включено пока нового стандарта еще не да мы руководствуемся стандартом от четырнадцатого года это я сейчас кратко по пятому пункту да я здесь сделала ссылочку на в госфси которые есть у нас дошкольного образования общего школьного образования и высшего образования вы найдете но правда в госру да там и высшего образования вы тоже все стандарты и спо так вот прямых вот таких упоминаний кроме вот стандартах высшего образования в других стандартах пока нет еще не приняты вот новые уровни стандартов но в проектах стандартов школьного образования и дошкольного образования все эти упоминания а финансовая грамотность и есть. Ну и чем мы руководствуемся? Естественно, мы руководствуемся профстандартом педагога. И здесь у меня не расширенный перечень. Кто был на предыдущих вебинарах, или в группу заходите, или вспоминайте, у нас был более расширенный перечень документов. То есть чем руководствуется педагог? Конечно, он руководствуется своей рабочей программой. Правильно? Когда идет на занятия со своими учениками. Неважно, какого уровня ученики. А свою рабочую программу он разрабатывает в рамках чего? Соответственно, в рамках общеобразовательной программы образовательного учреждения. То есть это либо дошкольная образовательная, либо школа, либо высшее образовательное учреждение. То есть педагог руководствуется ОП, так называемая, общеобразовательная программа, в рамках которых он разрабатывает свою дисциплину. А ОП разработана в рамках стандарта. И есть примеры основных образовательных программ на сайтах. То есть мы как бы руководствуемся этим. И здесь отдельным пунктом, так как у нас основная аудитория – это дошкольные педагоги, я выделила все-таки методические рекомендации. И мы сегодня к ним будем не раз еще обращаться. для педагогических работников, которые разработаны Министерством просвещения. Ссылочка в седьмом пункте на эти методические рекомендации. Они были разработаны в 2019 году, были вывешены на сайте Министерства образования. Это основной перечень. Теперь перейдем вообще к понятию финансовой грамотности. Если мы говорим о стратегии развития финансовой грамотности, повышения финансовой грамотности, то она дает трактовку вот с таких позиций, что это знания, навыки работы с финансовой информацией. Для чего? Для того, чтобы мы могли с вами успешно управлять своими личными финансами. То есть мы сейчас не говорим о каких-то глобальных знаниях, мы говорим о том, что мы с вами как преподаватели должны научить учеников во взаимосвязи с семьей. Здесь финансы без семьи, без отрыва от семьи. Мы не можем о них разговаривать. Но мы должны дать ученикам навыки такой работы с ежедневной финансовой информацией. По мере взросления учеников, естественно, эти знания и навыки усложняются. И когда мы говорим о взрослом уже человеке, то мы сами самостоятельно отвечаем за свои финансы. И от того, насколько успешно мы ими управляем, зависит, в принципе, наша жизнь. Потому что финансы – это одно из таких основополагающих значений в нашей жизни. Почему? Потому что кризис прошлого года нам показал и исследование НАФИ, это аналитического центра, показало, что основные проблемы все-таки люди связывают с финансами. То есть от того, насколько успешно управление финансами, будет успешно их психологическое состояние, ну и соответствующие другие сферы. Итак, если мы говорим вообще об измерении уровня финансовой грамотности, я сейчас пытаюсь бегло говорить, чтобы мы больше времени посвятили обзору. Но введение в финансовую грамотность – это именно для тех, кто впервые к нам присоединился, чтобы у вас в голове сложилась такая общая обзорная картина, зачем мы вообще этим занимаемся. Итак, если брать международную методологию оценки, то у нас Организация экономического развития и сотрудничества, международная организация, в которой участвуют больше 20 стран, и Россия пытается присоединиться к этой организации, но в рамках вот этой общей, общемировой, скажем так, уже сейчас стратегии развития финансовой грамотности разработан индекс финансовой грамотности и его компоненты. Я здесь очень кратко, более подробно, ну вот ссылочку не привела, но в прошлых презентациях у меня была ссылка на эту организацию. На следующем слайде будет ссылочка на Нафи, и там тоже можно увидеть структуру этого индекса. Итак, смотрите, у нас индекс разработан в целом, измерение этого индекса от 1 до 21 балла, это международная исследовательная методология. Разбит индекс на три части, это знания. Обратите внимание, что знания не самая большая оценка. Знания у нас занимают 7 баллов, а вот навыки, навыки – это 9 баллов, то есть именно навыки, умения, то есть применять эти знания у нас как бы преобладают и по измерению индекса и наших школьников, и нашего взрослого населения, вот как раз-таки навыки и проседают. Если мы много знаем, то пользоваться своими знаниями не всегда можем. Ну и установки, это жизненные установки в области именно управления нашими финансами, тоже 5 баллов. Индекс у нас, смотрите, ну как бы последняя оценка проводит эту оценку институт на ФИ, то есть исследовательское агентство совместно с Минфином. Все результаты представлены и на сайте института, вот ссылочка есть, и на сайте Минфина, и на сайте Дружи с финансами. Да, немножко отвлекусь на чат, спасибо всем, всех тоже приветствую. География у нас сегодня очень обширная. Итак, индекс финансовой грамотности вот в 2019 году, это в целом по России, то есть наша страна, измерение индекса 12,37 балла, то есть это в целом по всем трем компонентам. И наша страна по результатам вот обследования 2019 года занимает, ну, не самое последнее место. Место это девятое место по уровню финансовой грамотности. Но еще раз говорю, что внутри этого индекса, если вы откроете вот исследование более подробно, вы увидите, что по навыкам у нас, ну, есть как бы такое проседание, да, то есть отстаем именно по использованию навыков. Ну, и переходим к чему. Если мы с вами сами финансово грамотны, то наше искусство, да, искусство обучения наших учеников, это научить их применять знания, навыки, да, и навыки именно финансовой грамотности. И вот в разрезе стратегии повышения финансовой грамотности в этом году, вот когда эта стратегия уже переходит на второй этап, на базе четырех крупных российских вузов будут созданы федеральные методические центры. Но говорить о том, что они будут созданы с нуля, ну, чуть-чуть лукавить, потому что часть этих центров, ну, в принципе, вот те вузы, которые ниже здесь у вас справа перечислены, они уже работали, и эти центры уже есть. В высшей школе экономики центр создан в 2016 году. В МГУ тоже центр федеральный методический, тоже примерно в это время. И финансовый университет тоже имеет свой центр повышения именно финансовой грамотности. Но сейчас эти центры будут расширяться, и именно эти центры будут заниматься методическим сопровождением программ повышения финансовой грамотности в школах и вузах. С документом можете вот скачать, познакомиться. Идем дальше. Итак, ну, как всегда, начинаем с наших самых маленьких, да, то есть дошкольников. У нас методические, методические разработки, методические программы по дошкольному образованию курирует Банк России. И вот прежде чем разработать программу, я сейчас вас познакомлю, или кто знаком, ну, еще раз посмотрим, да, что есть в этой программе. Банк России провел социологическое исследование. В 2018 году ссылочка вот на сайте Финкультура, это портал Банка России по финансовой грамотности. Так, ну, можно чисто технически, у кого нет звука, ну, попробуйте перезагрузиться. Если ни у кого нет звука, сразу мне сигнальте, хорошо? Чат, чтобы мы с вами не потеряли друг друга. Итак, смотрите, было проведено исследование, и опросы респондентов, которые участвовали в этом исследовании, это были педагоги, родители, они показали, вот, ну, по каким темам хотелось бы, чтобы обучали детей именно в дошкольном возрасте. И на основании вот этого исследования, ну, как бы, это исследование было заложено в основу разработки, спасибо, вижу, что звук есть, в основу разработки программы по финансовой грамотности именно от Банка России для дошкольников. И к возможным формам обучения, обратите внимание, у нас были отнесены, что сюжетно-ролевые игры, да, то есть играть мы любим, я уже по своей группе вижу, как только вывешиваем какую-то игру в группе все, перепосты, особенно если это игра для детей дошкольников, там, или младших школьников, все, перепосты просто зашкаливают, ну, как бы, и просмотры. Как только что-то по личным финансам, ну, просмотры, к сожалению, не настолько высокие. Но я надеюсь, что в личных финансах… Спасибо, Павел Юрьевич. В личных финансах вы и так подкованы, но если не подкованы, сегодня еще раз вас отправлю, где могут сами преподаватели повысить свою финансовую грамотность. Итак, вот эти направления занятий заложены и в программы по финансовой грамотности. Ну, и давайте перейдем к обзору программ по финансовой грамотности именно для дошкольников. Еще раз, смотрите, внизу ссылочка на методические рекомендации для воспитателей, для педагогов дошкольного образования, то есть воспитателей от Министерства просвещения. То есть в этих методических рекомендациях очень подробно, во-первых, есть обзор всех программ, которые реализуются уже начиная там с 2007-го, 9-го, 10-го, 11-го годов в различных пилотных проектах, в различных детских садов. Да, очень география у нас сегодня обширная. Так вот, смотрите, кроме того, что там представлены именно тематические, ну, вот темы основные, по которым метод рекомендации составлены, это начиная от труда, да, то есть чему мы учим наших дошкольников, знакомим с профессиями, мы знакомим, простите, с понятием труд, дальше мы знакомим с понятием денег, учим покупать, продавать, обменивать. Очень хорошо идут игры по обмену, да, обмен игрушками, вот многие воспитатели делятся практикой таких игр. Дальше основное направление, на что акцентируем внимание, то есть как разумно тратить деньги и что такое бережливость, да, то есть как экономить и беречь результаты труда. Ну и очень-очень так подходим к основным таким понятиям, что такое долг, кредит, ну, на таком минимальном уровне, да, то есть ребенок должен понимать, что что-то занять, обязательно нужно отдавать. Ну и такие основные понятия, это богатство, бедность, то есть мы знакомим детей, и я сейчас перейду вот на следующий слайд. Так, нет, не перейду, да, это не в этой презентации у нас было, но в самой программе вот по каждой этой теме очень подробно расписаны, с какими терминами знакомим, на каком уровне и расписаны в метод-рекомендациях, откуда же мы берем данные, да, то есть что мы можем использовать, какие программы и какие учебные пособия. И еще раз я вас вот призываю познакомиться с метод-рекомендациями тем, кто еще с ними не знаком. И обратите внимание, я здесь не стала вывешивать подробную литературу, на странице 52 в метод-рекомендациях есть подробный перечень литературы и информационных ресурсов для воспитателей и родителей со ссылками в интернете, если эти ресурсы в электронном виде. И там же есть приложение, на странице 58, где, я думаю, что многие из вас уже с этими программами знакомы. То есть список реализуемых программ, уже которые, опыт работы уже детских садов по этим программам. И некоторых книжек даже уже в продаже не найдете. Ну, например, вот здесь «Азы финансовой культуры» попыталась сегодня посмотреть по книжным сайтам, не нашла. Но многие из этих программ есть в свободном виде в интернете. И если вы зайдете в нашу группу, ну вот стараюсь все программы, которые в практике воспитателей встречаются, знакомлюсь с ними и в группе их выкладываю. Поэтому, пожалуйста, заходите в группу, смотрите, многие из этих программ вы там уже найдете. Ну или, по крайней мере, электронные ссылки. И вот из самих метод-рекомендаций, видите, здесь подчеркнуто, вы можете тоже перейти в электронном виде на эти программы. Здесь у меня эти ссылки не активны, они будут активны в метод-рекомендациях. И основные программы, на которые я бы хотела обратить ваше внимание. После того, как вы изучите методические рекомендации, и есть там в метод-рекомендациях, уже даже в самих метод-рекомендациях есть примеры занятий по различным темам, есть обзоры различных тем, то есть на что обратить внимание, на какие виды образовательной деятельности. Но основное внимание, мы когда говорим о программах для дошкольников, мы обращаем в соответствии с ГОСДО на личностное развитие, то есть на развитие личности ребенка и на социокультурную адаптацию ребенка, то есть социализацию ребенка. И эти все программы, в принципе, направлены на основные вот эти образовательные деятельности, о которых говорит ГОСДО. Итак, если вы зайдете на сайт, то есть давайте перечислим, кто у нас курирует. Курирует Министерство просвещения и Банк России, программа дошкольников. К сожалению, в методических центрах, в федеральных методических центрах, пока вот это направление не охвачено, именно дошкольное направление. В основном там охвачено школьное направление, среднее профессиональное и высшее образование. Дошкольное образование, ну вот я вас буду все-таки отправлять на сайт «Финансовые культуры», там есть программы. И на сайте «Дружи с финансами» тоже есть часть программ для дошкольников. Тоже об этом поговорим. Итак, Банк России разработал такую примерную парциальную образовательную программу для экономического воспитания дошкольников. Видите, возраст от 5 до 7 лет. То есть здесь мы захватываем какую старшую группу и подготовительную группу. Кроме этого, на сайте выложен сборник методических материалов. Вы можете это все скачать и использовать в таком чистом виде. Когда разрабатываете свою рабочую программу, можете брать частично из разных рабочих программ. И там же есть сборник демонстрационных материалов. То есть это все можно распечатать и использовать. А можно, если есть проекторы, то есть обеспечение проекторами, то можно показывать в электронном виде какие-то отдельные занятия для своих дошкольников. И когда мы говорим с дошкольниками, о дошкольниках мы говорим о том, что мы можем включать дополнительное занятие, а можем включать различные игры в такую образовательную деятельность, либо можем даже в утреннике какие-то включать игры или викторины и привлекать к этому родителей. И говоря о именно дошкольниках, мы говорим о том, что без привлечения родителей мы говорить о финансовой грамотности в таком глобальном плане, я думаю, что не можем. То есть мы обязательно должны и в ГосДО прописано, мы обязательно должны взаимодействовать с родителями. И здесь я, смотрите, немножко собрала для вас учебно-методические комплекты. Обратите внимание, ну, боюсь, у меня сегодня интернет плохой, хотела продемонстрировать это через трансляцию, ну, то есть как демонстрацию экрана, но боюсь сейчас, чтобы не зависнуть и не выбросило меня из вебинара. Давайте, как бы, попробуйте сами. У всех получилось скачать презентацию? Попробуйте переходить на методические вот эти УМК для дошкольников. Это УМК, которые уже прошли проверку практикой. Ну, вот обратите, пожалуйста, внимание на УМК Академии финансов. Здесь вывешена программа, это УМК детского сада, воспитатели, опыт воспитателей детского сада, вывешена сама программа, вывешены анкеты для родителей, вывешены различные игровые занятия, также воспитатели собрали финансовые сказки, да, то есть создали сборник финансовых сказок. Все это помогает, ну, в такой игровой, интересной форме проходить, проводить занятия с дошкольниками. Есть еще тоже отдельно, вот я бы выделила еще одну программу по формированию основ финансовой грамотности, азбука финансов. Тоже здесь различные, вот на странице собраны именно опыт, это тоже страничка детского садика, одного из детских садов, собран опыт педагогов по реализации именно знакомства с финансовой грамотностью. На что мы еще можем обратить внимание, и вот смотрите, для дошкольников здесь на Яндекс.Диск даю ссылочки на игры для дошкольников. Отлично, хорошо, Любовь, что получилось. Но я думаю, что все ссылочки рабочие, поэтому и вот одним из первых я привела здесь пособие по финансовой грамотности, как там сценарий занятий. Это от, сейчас я вам скажу, это Калининградская область, институты развития образования. То есть, итак, давайте немножко подведем итог, вот что делать воспитателю детского сада, если ему говорят, что нужно внедрять финансовую грамотность, нужно что-то делать по финансовой грамотности, с чего начать? Начать с чего? Поднять методические рекомендации для воспитателей по экономическому воспитанию дошкольников. Дальше у каждого в вашем регионе есть, ну, давайте технически презентацию, ну, кто-то, кто-то, я думаю, что уже получается у всех скачивать. Смотрите, я презентацию, не знаю, вот на вебинару у нас раньше на Мерополисе отлично скачивалась. Здесь у кого не получается, я потом сброшу ссылочки в чат на наши группы. И я после вебинара всегда в группе вывешиваю сразу презентацию. У нас там даже в ВКонтакте есть кнопочка презентации предыдущих всех вебинаров. Вы можете зайти и сразу скачать. Хорошо, договорились? Поэтому сейчас не переживайте, приходите к нам в группу, все скачаете. Все файлы есть и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. И я сброшу ссылку, может быть, на Яндекс. Да, вот Павел Юрьевич нам подсказывает, что все-таки она доступна. Я открывала доступ к презентации. Итак, смотрите. Читаем метод рекомендации. Мы говорим о дошкольном педагогии. Читаем метод рекомендации. Идем на портал Банка России, знакомимся с программами, с парциальной программой. Если вас не устраивает программа Банка России, может быть, вам сложно ее реализовать, открывайте опыт детских садов. Вот можете здесь, из этой презентации, можете из метод рекомендации. Очень много различных программ. Или в предыдущих моих презентациях тоже есть ссылки на различные программы. То есть вы знакомитесь с разными программами и выбираете что-то для вас подходящее. Ну и рекомендую, еще раз говорю, приходите к нам в группу, особенно группа ВКонтакте. Там больше именно для воспитателей направления. Там очень много различных учебно-методических пособий, рекомендаций, игр и вкладок, допустим, там в тот же журнал «Смешарики» очень нам любимый. И мультики у нас есть. Целое пособие. Вот здесь я вам сейчас не привела, но в предыдущих вебинарах я делала ссылочки на онлайн-доску. Мы создали в нашей группе на портале, на сервисе «Подлет» электронная доска. И там именно собраны все ссылочки на мультики, на учебники, на книжки по финансовой грамотности для детей, на тему «Дети и деньги». Как только вы познакомились, вы можете разрабатывать свой сценарий, свою программу либо свой какой-то сценарий образовательного занятия. Если вы не разрабатываете в целом программу по финансовой грамотности, а просто разрабатываете какой-то сценарий. Как в ВК найти? Ну вот на второй страничке презентации ВК, а потом я чуть позже сброшу ссылочку. Хорошо? Какие вопросы? Вот я сейчас кратко обзор сделала именно для дошкольников. Какие у вас есть вопросы по УМК для дошкольников? Я буду готова ответить. Можете во вкладочку «Вопросы», можете в чат пока писать. А я перейду для школьников. Ну и вот в одной из презентаций я приводила примеры книг для дошкольников, но это все платно. Вот здесь смотрите, на этой страничке, это все ресурсы бесплатные. И парциальная программа «Банка России». Все вы можете скачать и использовать бесплатно. В группе ВК тоже зайти, и все скачать там можно бесплатно. Если вам не хватает бесплатных каких-то ресурсов, вы можете перейти на платные ресурсы. В любом книжном магазине есть достаточно большое количество книг для дошкольников именно по финансовой грамотности. Но я думаю, что бесплатных ресурсов тоже у нас достаточно. И теперь поговорим немного о школьниках, потому что я сегодня вижу у нас учителя школы тоже есть в нашем чете. Здоровались и представлялись. Итак, переходя уже к финансовой грамотности для школьников, то есть мы говорим о чем? О преемственности. То есть если в дошкольных учреждениях школьники познакомились с такими понятиями, как труд, заработная оплата, что результатом труда является продукт, который можно продать, ну и покрыть все расходы. И если человек работает в найме, ну то есть вот с этими понятиями тоже можно ознакомить, конечно, и младших школьников, и дошкольников, что такое найм, что такое предпринимательство, чем они отличаются, то есть заработная оплата, доходы. И здесь, когда мы познакомились с дошкольниками, что такое покупки, что такое деньги, мы переходим уже к более таким тематикам знакомства школьников с финансовой грамотностью. Они растут, они уже сами могут совершать покупки, да, ну вот судя по моей дочери, начинаем знакомиться с чем? С основами это буфет, да, школьный буфет, то есть где они могут что-то купить. Ну и вот сейчас с ней пытаемся открыть банковскую карту для детей, чтобы можно было расплачиваться, ну допустим, картой, потому что наличные деньги все-таки, ну, сложновато, с точки зрения, я больше именно гигиены. Мы говорим об этом. Итак, когда мы переходим к школьникам, здесь у нас уже расширен именно методическое сопровождение, вот, к сожалению, да, для дошкольных педагогов чуть-чуть сужено, но для дошкольных педагогов очень много различных программ и различных УМК уже издано, ну вот я еще раз повторюсь, начиная с седьмого года. Что есть для учителей? Когда мы говорим о сопровождении методическом, то основное сопровождение у нас идет, вот это Федеральный методический центр по финансовой грамотности Высшей школы экономики, он охватывает методическое сопровождение всех общеобразовательных организаций, всех средних, все колледжи, да, то есть среднее профессиональное образование. И детские дома тоже есть отдельно. Сейчас мы на следующем слайде посмотрим, что там есть в учебно-методическом содержании. Дальше взаимодействует Федеральный методический центр, вот все метод-рекомендации, даже ссылка на этом Федеральном методическом центре есть на Школу о вашей финансах, то есть на портале Дружи с финансами создан раздел Школа о вашей финансах с прошлого года, и все методические рекомендации для школьников вывешены на этом портале. Да, для школьников, Виктория, вот как раз сейчас мы будем об этом говорить, все эти ссылочки, они все активны будут в презентации. Кроме этого, точно так же, как для дошкольников, Банк России вывешивает на своем портале финансовая культура отдельные методические рекомендации, то есть там даже есть отдельно раздел для педагогов, именно методические рекомендации. Еще что есть, образовательный проект ПАК, вот очень обширные образовательные проекты для школьников, педагогов, есть сообщество педагогов, если вы зайдете на этот проект, там есть направления, да, и отдельные видеопроекты, и вот те же смешарики, кстати, для детских садов, ну и для младших школьников, потому что дочь говорит, что им тоже сейчас, вот она в первом классе, им показывают смешариков именно по финансовой грамотности. То есть вот образовательный проект ПАК, на его портале есть все серии смешариков с методическими рекомендациями для учителей. Зайдите, поищите именно на проекте. Если не найдете, ну еще раз приглашаю в нашу группу, у нас отдельные посты, обзоры были по смешарикам и по ссылкам на этот проект. И также проект ПАК курирует проекты по информатике, по литературе, именно финансовой литературе. Очень интересные у них и тесты, и видеообзоры. Кроме этого, смотрите, для школьников с 5 по 11 класс Панк России создал отдельный проект «Дни финансовой грамотности», на котором выложено расписание онлайн-лекций по финансовой грамотности, по отдельной тематике, то есть там по разным темам, разные даты установлены. Когда вы зайдете на этот сайт, вы можете открыть сразу календарь и в календаре выбрать ту дату, на которую вам удобно с вашим классом посмотреть лекции на ту или иную тему. Вы регистрируетесь на сайте, причем вы можете регистрироваться даже гостем, будучи гостем, но если вы хотите получить для ваших учеников, для себя и ваших учеников сертификаты потом о том, что вы были с детьми на этой лекции, то вам нужно будет потом авторизироваться. И авторизироваться можно там, насколько я понимаю, всем школам России, то есть они все в базе уже есть. Ну и отдельно, если вдруг технические какие-то проблемы, там есть техподдержка. Вот этот сайт, это дни финансовой грамотности, это онлайн лекции для учеников от экспертов Банка России. Дальше. Кроме этого, есть образовательный портал «Хочу, могу, знаю», не только для учеников. То есть вот эти порталы, о которых я сказала, «Финансовая культура» и «Ваши финансы» и портал «Хочу, могу, знаю», они не только для учеников, они и для взрослых, там очень много материалов для обучения. Все материалы бесплатно по свободной лицензии. То есть вы их можете скачивать, делиться, но, конечно, желательно делать ссылки, чтобы вы использовали материалы того или иного портала. Вот в образовательном портале «Хочу, могу, знаю», я здесь сделала ссылочку именно для материалов по школьникам. Ну и давайте более детально, что есть на этих порталах. Итак, говоря о Федеральном методическом центре, я здесь вам сделала две ссылочки, но, к сожалению, перекрылись, да, ссылочки. Но вот здесь вернемся. Я исправлю, в группу вывешу более правильную. Здесь есть вот общая ссылка на Федеральный методический центр, и там вы найдете разные разделы. И вот в разделе «Методические материалы» обратите внимание, есть рекомендации отдельно по использованию учебно-методических комплексов. Есть отдельно материалы, вот разбиты они, для общеобразовательных организаций. Причем, если вы зайдете по этой ссылке для общеобразовательных организаций, вы увидите там со 2 по 11 класс все метод-материалы. И плюс, отлично, у Эльзы хорошая идея, да, кружок по финграмотности, но я думаю, что вы изучите материалы дополнительно, и, конечно, для своего кружка найдете массу-массу сценариев своих занятий. Итак, смотрите, для общеобразовательных организаций, когда мы переходим к старшим классам, то там будут материалы по различным дисциплинам. Почему? Потому что у нас есть рекомендации для изучения финансовой грамотности, в рамках чего? Общество знания, математики, даже вот по окружающему миру там есть рекомендации, это для младших школьников тоже есть. Кроме этого, у нас есть отдельный предмет экономика, правильно? И еще есть для старших классов, для экономических различных направлений, мы сейчас об этом поговорим, посмотрим, для разных профилей классов. У нас старшие классы идут по профилям, там, юридический профиль, экономический, ну и так далее. Вот разработаны различные УМК. Что вы можете с этими УМК сделать? Вы можете зайти в электронном виде, получить бесплатно доступ к этим УМК и скачать себе, можете их использовать в своей деятельности. Также здесь УМК для среднего профессионального образования, для детских домов и школ и интернатов. И есть отдельный интерактивный курс и вот такая звездная грамотность, как финграмотность, используют различные известные люди. Так, для общеобразовательных, вот я здесь, ну как бы прокомментирую, а вот они, ссылки. Смотрите, вот они, две активные ссылочки, которые не перекрыты. То есть вы можете зайти к рекомендациям по внедрению программ и кратко почитать, и там же перейти на сайт школа вашей финансы. И можете отдельно зайти, вот она, высшая школа методология, то есть там будут все УМК. И пойдем, ну очень кратко, постараюсь по разным классам. Итак, откуда мы узнаем, чему учить школьников именно младших классов? Ну вот рекомендации из различных УМК, вот такого глобального методической рекомендации нет для отдельных классов, но есть уже, еще раз говорю, разработанные УМК, на которые я ориентировалась. И вот основные темы, которые осваивают именно с первого по четвертый класс. То есть уже мы переходим к бюджету семьи, к разумному потреблению. То есть ребенок должен разбираться, что такое необходимая покупка, что такое просто, ну хочу, да, то есть вот-вот хочу и все. А стоит ли это хочу сейчас реализовать? Поэтому здесь мы говорим уже о чем? О карманных деньгах. И, ну, соответственно, конечно, лучше общаться с родителями, можно анкеты, анкетирование провести среди родителей, дают ли они карманные деньги. Ну и вот по мнению экономистов, лучше всего учиться на практике, да, и лучше всего познают финансовую грамотность, именно навыки финансовой грамотности, дети, у которых есть карманные деньги. И чем раньше вот эти карманные деньги будут отдаваться детям, тем лучше у них навыки, ну, скажем так, да, тех же покупок, планирования. Вот и обязательно посмотрите основы финансовой безопасности, то есть тема, которая может быть обыграна в различных ситуациях, играх, именно основы финансовой безопасности. Почему? Потому что у ребенка появились карманные деньги, у него появился телефон с его аккаунтом, у него, возможно, появилась банковская карточка, то есть ребенок должен понимать, что он должен сохранять свои личные данные, ну и тем более личные данные родителей, никому не предоставлять. Какие учебно-методические рекомендации? Я бы хотела обратить внимание, что на сайте Высшей школы экономики, вот на Федеральном методического центра, все метод-рекомендации переведены со второго класса. Но вот на сайте финансовая культура Банка России разработаны, это другие рекомендации, да, вы тоже их можете зайти по этой ссылке, все скачать, познакомиться. Разработано учебное пособие, и вот вы видите рабочие тетради с первого по четвертый класс. То есть для учителей первоклассников тоже можно начинать знакомить детей с финансовой грамотностью. И есть отдельные учебные пособия, очень интересные учебные пособия, с которыми можно работать. То есть здесь такие познавательные рабочие тетради, где ученики выполняют такие элементарные задания, разбираются в видах денег, разбираются, когда деньги появились, для чего они появились. Вот на портале учи.ру, это образовательный портал, да, я думаю, многие подключены к нему, там есть для дошкольников нулевой класс занятия, и с первого там, я не помню сейчас, по какой класс у них, ну, по пятый точно класс у них занятия есть. Школы подключаются бесплатно, ну, к какому-то ограниченному числу занятий. Мы с дочкой занимаемся уже два года на этом портале. И вот я обнаружила, что там у них тоже есть занятия, ну, как бы задания по финансовой грамотности. И одно из заданий, ну, они там все задания интерактивные, в электронном виде, но одно из заданий именно умение обменивать. То есть раньше денег не было, да, люди занимались натуральным обменом. Так вот во всех этих начальных введениях, в пособиях введения финансовую грамотность, все задания начинаются вот именно с такого элементарного. Что такое обмен, что такое деньги, виды денег, монеты и так далее. Ну, и вот задания соответствующие. Кроме этого, обратите внимание, для учителей математики. С первого по одиннадцатый класс на портале финансовой культуры есть учебники, ну, я здесь вот перевела том первый, да, то есть обратите внимание, он для первых-четвертых классов, есть том второй для пятых-девятых классов, и есть отдельно том третий для десятых-одиннадцатых классов, и для десятых-одиннадцатых он уже составлен полностью по ЕГЭ. А том для первых-девятых классов там с учетом вот этих ВПРов, то есть проверочных работ, задания разработаны в соответствии вот с этими требованиями. Поэтому учителя математики могут частично использовать задания из этих учебников в своей программе, да, по математике, ссылаясь на разработанные учебно-методические комплексы, именно проверенные, утвержденные, они все разработаны в соответствии с ВГОС. Так, и то, что на портале вы можете вот эти все методические пособия найти на портале Высшей школы экономики, а можете зайти вот на портал, тот, который я дала ссылочку, это школа вашей финансы от проекта «Дружи с финансами». Проект Минфина по содействию и повышению финансовой грамотности. Вот в рамках этой стратегии повышения финансовой грамотности. И там разбиты, смотрите, просто здесь на этом портале более удобно. Здесь они все учебники со 2 по 11 класс и для СПО, и для детских домов. То есть все на одном портале вывешены так в один столбик. Вы можете раскрывать те пособия, которые вам нужны и скачивать. Обратите внимание, что здесь есть, ну, у меня вроде бы интернет работает. Ну, попробуйте перезагрузиться. Здесь есть материалы и для учащихся, и рабочие тетради, и метод рекомендации для учителей, итоговые тесты, ну, соответственно, учебная программа и материалы для родителей. То есть помните, что у нас в ГОС и ДО, и школьные в ГОСы, они говорят о том, что... Екатерина, ну, надеюсь, в записи, а все вебинары у нас в записи на портале, на YouTube-канале Директ Академии, на портале ссылочка есть. В записи обычно вебинары все работают нормально, без сбоев, поэтому, ну, вот, послушайте в записи, если вдруг у вас сейчас плохо вам видно и слышно. Итак, вот для вторых, третьих классов можно скачать по этой ссылочке. Для четвертых классов есть отдельный комплект, потому что там более усложненные материалы. Кроме этого, у нас есть, идем дальше, вот, ну, я метод рекомендала, метод рекомендации для начальной школы еще ссылочку на портал Высшей школы экономики даю, и немножко игр по финансовой грамотности, потому что, ну, все-таки у нас и дошкольники, и школьники, да что уж говорить, и взрослые очень любят обучаться посредством игр, потому что чем больше интерактивное обучение, тем как бы интереснее, и именно вовлечение в процесс мы именно игровые ситуации рассматриваем. Поэтому вот здесь есть перечни с разных порталов, о которых я говорила, именно на ссылки на игры. И вот обратите внимание, еще один портал, он тоже как в рекомендованных метод рекомендациях, это социальная сеть именно педагога, вот здесь картотика игр по финансовой грамотности для младших школьников, тоже можете с ней познакомиться. Идем дальше. Финансовая грамотность для школьников уже пятых, седьмых классов, обратите внимание, кроме бюджета семьи, уже есть понятие о разумном финансовом плане, то есть уже школьник с пятого класса, имея опыт распоряжения своими карманными деньгами, должен учиться принимать такие разумные финансовые решения и уметь обязательно уже уметь ставить финансовые цели. То есть вот именно карманные деньги, и причем ну давайте немножко оговоримся, что такое карманные деньги, что я понимаю под карманными деньгами, и экономисты, и специалисты, это деньги, которые даются ребенку, он точно должен знать, что он получит определенную сумму карманных денег, несмотря ни на что, несмотря на то, что он там будет что-то помогать или не будет помогать. То есть вот должна в семье обычно оговаривается определенная сумма денег, которая там в неделю или в месяц выделяется ребенку. Вот он учится управлять своими деньгами именно вот на основе этой суммы. А дальше уже он планирует, ну какие-то могут быть дополнительные доходы, и причем ну к пятым, седьмым классам многие школьники уже знают о различных способах зарабатывания денег, причем обратите внимание, что сейчас школьники могут точно так же вести, ну условно, да, там те же финансовые блоги вести, ну не финансовые, а любые блоги для школьников и на YouTube-канале, и сейчас очень много деток, ну вот я сужу по своему ребенку, да, я еще не познакомилась с TikTok, она уже знает, что там в TikTok можно делать, для чего он нужен, ну и многое другое. Здесь рекомендую, конечно, к этому возрасту уже обязательно прочитать с детьми, родителям рекомендовать, да, вы как педагоги, это книги о финансовой грамотности, вот которые читаются обычно с родителями, ну одна из таких книг, классик, это пёс по имени Мани Бода Шейфера, вот очень рекомендую, мы с дочкой прочли эту книгу, я делала обзор, группой вывешивала, почитайте обязательно и порекомендуйте родителям, ну я думаю, лет с 7-8 уже можно рекомендовать эту книгу, чтобы у ребенка ну какое-то представление сложилось о том, что он может научиться управлять своими финансами, даже будучи вот таким младшим школьником, а тем более уже к 5-7 классу. И здесь какие УМК разработаны в рамках федерального методического центра, они опробированы, прошли экспертизу, это финансовая грамотность для 5-7 классов, можете зайти, ссылочка есть, познакомиться, здесь есть итоговые тесты, здесь есть рекомендации для учителей, ну и материалы для учащихся с рабочей тетради. Знакомьтесь, здесь, конечно, уже более усложненные задания по финансовой грамотности, ну можно не полностью возможно использовать, но какие-то направления вы можете использовать в своих предметах. Говоря по игровым технологиям, ну вот такие можете использовать игровые как бы ситуации, это комплекс подвижных игр для детей, можно скачать там очень много игр на Яндекс.Диске, можно посмотреть игра «Умное счастье», это командная игра уже, либо порекомендовать мобильные приложения детям, они устанавливаются на телефон, это игры, Монеткины и Финзнайка. Более подробный обзор у нас был там в отдельном вебинаре. Говоря о предметных областях, то есть на что же мы все-таки ориентируемся, я напомню немножко из других вебинаров, мы знаем с вами, что у нас с Минфином разработана рамка финансовых компетентностей, рамка финансовой компетентности на портале Минфина, ну здесь ссылку не перевела, посмотрите в предыдущих презентациях, мы говорим о том, по каким направлениям и в каком объеме школьники 15-18 лет уже должны освоить эти темы, для чего это им нужно, потому что наша страна сейчас участвует в исследованиях, международных исследованиях, грамотности школьников и одно из таких исследований ПИСа, которое проводилось последний раз в 2018 году, как раз таки проверяет финансовую грамотность школьников, то есть именно функциональную финансовую грамотность, насколько школьники 15-18 лет, то есть те, кто заканчивает школу, могут ориентироваться именно в нашей финансовой жизни, ну то есть в современной жизни и все задания направлены именно на ориентирование, на умение пользоваться финансовой информацией в своих личных целях, то есть открыть счет в банке, что у нас, разбираться, что такое кредиты, что такое инвестирование, страхование, ну и естественно защищать свои права потребителей. ну я вижу, что некоторые участники да у нас зависают, но не знаю, технически у меня показывает, что нормальный уровень интернета. Так, ну и давайте еще немного и я уже приближаюсь к концу обзора, более подробно, если кому-то интересно, мы можем отдельные посты познакомиться в группах и я дальше все равно в группах обзоры делаю более широкие, чем на вебинарах. Итак, финансовая грамотность для школьников в 8-11 классах мы также ориентируемся на рамку уже финансовых компетенций для школьников 15-18 лет и разбираем направление. Так, еще я вас куда, на что хочу ориентировать именно школьных учителей. Вы помните, да, что вот в феврале у нас обновился федеральный перечень учебников и обратите внимание, вот здесь я ссылочку кинула на поиск. Я в федеральном перечне учебников не стала прям весь перечень вам приводить, но задала поиск по финансовой грамотности и в федеральном перечне нашла три учебника, но для старших классов. Видите, 8-9 класс, у нас есть основы финансовой грамотности, очень хорошие учебники, то есть тоже пособие, учебно-методический комплекс, но его нужно приобретать, то есть он бесплатно его вы не сможете скачать, и у нас есть финансовая грамотность, видите, в цифровом мире, это все учебники издательства просвещения, если вы зайдете на сайт издательства просвещения, можете там найти дополнительную какую-то информацию по этим ОМК, но сами ОМК скачать вы не сможете, их только нужно заказывать и покупать, но вот это, я думаю, что это должна делать школа по заявке учителей. Что в бесплатном виде? Вот на сайте школа вашей финансы, проекта Дружи с финансами и методического центра, вы можете найти ОМК по финансовой грамотности для 8-9 классов полные комплекты, вот это вы можете скачать и пользоваться ими бесплатно. И также для 10-11 обратите внимание то, о чем я говорила, что в 10-11 классе у нас есть различные профили, есть общеобразовательные профили, юридические, математические, даже вот у некоторой школы там профиль собственный бизнес, риски и так далее, вы можете скачать, зайдя вот по этой ссылке и став на любой из этих профилей, можете скачать себе полностью все учебно-методические пособия. Кроме этого, там же, на этом же сайте есть ОМК для средних профессиональных образовательных учреждений с рабочими тетрадями, программами, метод-рекомендациями для преподавателя. И что еще есть, вот по направлениям я имела в виду бесплатно. На сайте Я-класс обратите внимание, есть два пособия по финансовой грамотности для детей, то есть для школьников, это для 7-9 класса, вот видите, вверху здесь, так, я сейчас указочкой, для 7-9 класса, вот у меня открыта как раз эта вкладка, то есть это учебное пособие полностью в электронном виде. И если вы станете на 10-11 класс, то она переключится на пособие по 10-11 классу, кто подключен к Я-классу, это я захожу абсолютно бесплатно, то есть регистрация в Я-классе и основные пособия, у меня доступ к ним бесплатно, я думаю, что вы тоже бесплатно можете зайти, зарегистрироваться и пользоваться этими пособиями. Платная версия Я-класса, ну там она более расширенная, но в бесплатной версии вот эти пособия тоже доступны. Ну вот как бы основные направления финансовой грамотности, основные направления учебно-методических пособий по финансовой грамотности, попыталась такой, я не говорю, что это полный обзор, но вот основные направления для учителей, я ориентировалась именно на учебно-методические комплексы, которые разработаны в рамках стратегии повышения финансовой грамотности и доступны в таком бесплатном электронном доступе, если, причем, допустим, там на некоторых образовательных порталах иногда проводят конкурсы, сейчас ссылки не дам, но где-то у меня в группе это есть, то есть если вы участвуете в конкурсе, то вы можете победить и выиграть именно бесплатно печатные версии вот этих ОМК, которые вам нужны, но это не в таком, не в глобальном масштабе, это так отдельные конкурсы, а так все ОМК, вот те, о которых я сейчас рассказала, они доступны в бесплатном доступе, в платном доступе вы можете зайти в любой магазин книжный, набрать в поиске финансовую грамотность, основы финансовой грамотности и найти платные ресурсы, я пыталась сделать обзор по тому, что вы можете сейчас, к чему у вас есть доступ бесплатно. Благодарю за внимание и жду ваши вопросы. И сейчас я еще, пока вы пишете вопросы, если они есть, я сброшу ссылочки на наши группы, это финансовая грамотность для педагогов ВКонтакте, заходите, будем всем рады, пока группы открыты, я их не закрываю, пока это для меня такой социальный проект, хотя уже, конечно, он начинает много времени отнимать, но пока развиваюсь, вот можете пользоваться, пока мы работаем, ну я работаю бесплатно и пытаюсь делать обзоры в рамках этой темы бесплатно, поэтому приглашаю в свои группы, в будущем не знаю, как будет развиваться этот проект, пока вот таким образом развивается. Спасибо всем огромное, рада была с вами пообщаться, пытаюсь отследить вопросы, есть ли у нас вопросы, вопросов не вижу, но если у вас вдруг возникнут вопросы, я жду их в группе, сегодня выложу презентации в группе, ну и обзоры, анонсы и так далее у нас всегда в группе есть. Нет, эта ссылочка не для презентации, это ссылочка на группы ВКонтакте и в Фейсбуке, там внутри зайдете, сможете скачать презентацию бесплатно, абсолютно доступ и к предыдущим вебинарам тоже есть. И все анонсы всех конкурсов, мероприятий, все, что проводится по финансовой грамотности, в группе ежедневно информация обновляется. И для тех, кто не зайдет в группу, на следующей неделе, следующая неделя по России объявлена неделя финансовой грамотности. Если вы зайдете на портал Дружи с финансами, либо в группу ВКонтакте, там на портале Дружи с финансами и в Инстаграме у них есть, будут обзоры, ну, достаточно много интересных событий на следующей неделе и для учителей, и для школьников, и для школьников, и для родителей. Поэтому я думаю, что вам стоит посетить и нашу группу, и через нее вы можете пройти на вот эти интересные ссылки. Спасибо всем огромное, благодарю всех за внимание и до следующих встреч. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok